всем привет продолжаем смотреть unreal engine 5 и начнем с такого как большинство сталкиваются да когда заходит в пятерку у нас нету снизу браузера да нам необходимо нажать control плюс пробел и соответственно появляется как его зафиксировать если вам необходимо так делать да то есть не каждый хочет там каждый раз нажимать эти комбинации клавиш можно сделать так нажимаем don't и получается что у нас контент отлетел и потом мы его просто устанавливаем куда нам необходимо в данном случае я ставлю вниз здесь можно уменьшить нажав control покрутить колесиком но если вам это необходимо соответственно здесь у нас все то же самое мы делаем фильтрацию на определенные какие-то допустим хотите только материалы делайте только материалы ну и соответственно все это ну смотрите можно выделить допустим materials материал и он у нас выбирается определенным так скажем эти говори до материалы мультимедиа и все вот все что у нас там есть у нас показывается также мы можем это отключить и у нас покажется все что нам необходимо у нас все что есть потом можно включить то есть вы можете предварительно такие настройки делать и ну возможно когда вы загрузите следующий раз и этого не будет скорее всего разработчики андрео это не сделали чтобы сохранялась может быть и появится я кстати это не помню не помню в общем смотрите чтобы нам настроить этот проект но кроме того что вот здесь есть настройка качества и так далее да давайте вот синематика я поставлю чтобы она собака хотя бы как-то смотрелись более-менее красивее наверно фактур не мы здесь можем настраивать показ каких-то определенных частей и так далее да но это уже чуть позже заходим в project settings и нам необходим получается engine вкладочка рендеринг здесь у нас есть такие части как настройки освещения глобальной иллюминации да вот у нас стоит и люмен не у всех компьютеры выдерживает данные данные данных настроек screen space у нас тоже очень аналогичным как люмен мы можем поставить но но я оставляю люмен потому что чтобы проще было и показывать и редактировать да то есть при настройках вы можете временно отключать это все а потом когда уже будете билдить проект ну соответственно можете включить здесь то же самое у нас reflection это это отражение тоже у нас стоит люмен далее у нас есть shadows это shadow map метод virtual shadow map можете поставить просто shadow maps как раз таки он тоже немножко сократит и увеличит fps как минимум хотя бы редакторе да далее тут у нас есть но соответственно был который default settings я его всегда отключаю в редких случаях оставляют и далее также у нас есть здесь авто экспес экспессюр как правильно произносится я к сожалению мы ее тоже на всякий случай отключим потому что это у нас если мы выходим из темноты на свет у нас слишком светло так скажем будет в камеру светить допустим будем заходить солнце тень у нас тоже такое это небольшое это переливание цвета будет часто я отключаю ну далее принципе нам вот метод переключения нам уже не нужен даже можно не трогать потому что мы уже отключили мать и шинбур можно тоже отключить но это уже на определенных частях то есть допустим вы настраиваете какие-то синематики и так далее там что-то далее у нас есть мсс ай каунт 4 2 то есть но если у вас похуже компьютер соответственно можете двоечку поставить восьмерку наверное не стоит все таки ставить она слишком будет слишком будет сильный ну и далее у нас в принципе больше ничего особо то и нету да особо больше ничего и нет так но да здесь мы любим если допустим отключили то соответственно это уже не будет работать так же есть еще нюансы да допустим материал шадов компрессион формат здесь у нас компрессия для материалов да здесь можете выбрать удал z-lip либо z-lz4 можете потестировать да на начальном проекте какой из этих скажем форматов компрессии для вас будет оптимальнее которая будет больше сжимать допустим вы выставите проекте там четыре материальчика и попробуйте забил дите какой из них проектов будет меньше весить выставляйте данное значение ну принципе здесь все у нас стандартно как и четверки давайте создадим какую-нибудь карту можем принципе прямо здесь создать можно создать новую можем выбрать файл new level и у нас появится окно open world пустой open world базовая и пустое вообще нулевое значение так скажем без на всяких настроек ну как таковое если вы хотите прям с нуля настраивать можете выбирать вот эти черная сеточка так скажем да ну open world если вы прям очень хорошо соображается компонентных частях так скажем в их них локациях и так далее можете basic стандартный создавать в нем давайте сначала выберем basic так здесь мы просто сохраняем все что от нас требует какие-то изменения мы сделали здесь у нас есть вот простая такая локация все выставлено то есть атмосфера солнце и так далее да и даже облака volumetric cloud давайте удалим вот эту часть она нам не нужна и создадим ванска ванский наш землю здесь если мы открываем солидно вот да видим ванский поле мы шпинт моделинг проекту blend иди эдитинг и не меньше давайте начнем с вански по для того чтобы как минимум вот вы можете подлететь сюда да можете выставить какое-то допустим player start что чтобы хотя бы определять какой формат у нас он скей по будет но можете если вы прямо знаете размеры того что создаете да вот наш персонажик примерно вот такого вида и здесь соответственно вот такой вот landscape для него здесь можно регулировать как длину ширину допустим если вы хотите какую-то узкую но длинную трассу допустим выкладывать можете вот так делать и так далее то есть но особо здесь не будем какие-то изменения вытворять выставим 64 принципе достаточно большая карта в маленьких мирах здесь вы можете выбрать материал допустим у нас есть так как мы скинули стартовый контент у нас есть материал допустим земли и мы можем настроить его также у landscape есть локация можете влево вправо сдвигать вверх вниз допустим он сейчас на 100 пунктов поднят высоту я часто ставлю нулевое значение ну возможно это неправильно потому что некоторые разработчики в нулевое значение создают какие-то предметы и потом их передвигает в мире для того чтобы каждый раз не спаунить предмет просто передвинуть его один раз заспаунить и просто каждую игру всю игру передвигать допустим ну и принципе здесь у нас секции количество резолюция так скажем разрешение допустим можно поставить 900 и это просто сеточка вы смотрите да когда вы подлетаете сейчас камера не особо это заметят но сеточка прям увеличивается и это у нас повлияет на допустим если вы для мобилки делаете это качество прям жутко повлияет на наши скажем торможение в мире для компьютерной игры это принципе особо роль не будет играть так выставим вот так и принципе можем создать но давайте еще посмотрим вот здесь есть импорт from файл то есть вторая кнопочка на выборе landscape а здесь можно загрузить хаймап и есть такая программа world крейстер она создает какие-то ландшафты по определенным нодам да она не входит состав unreal engine ну и сюда ее можно то есть карту созданную в этой программе можно загрузить сюда и прим прямо качественно красиво все будет выглядеть а не то что мы вот сейчас создадим да ну в принципе даже в ручном варианте вот как мы сейчас вот у нас на ландске появился материал который мы выбрали если вы не выберете у вас пусто будет здесь то есть но смысле нулевой материал и как мы переключились создали наш landscape у нас сразу выброс скульптинг здесь есть некоторые позиции настроек да то есть здесь так скажем жесткость необходимая размер кисти вот можно такую маленькую поставить здесь у нас так скажем из качество сглаживания вот если в кругу в кругу смотреть можно весь круг поставить а можно внутри круга небольшую часть ну то есть если мы одним и том же размером кисти гладили здесь он практически все выдавливает до во всей кисти здесь только большую часть в центре выдавливание идет также есть браш тайп где мы можем выбирать необходимые допустим части картинки и так далее то есть мы можем вот допустим вот этой частью вот так вот походить покрутить и у нас даже качество вански по вот такое да вот немножко проявляется с этим с углами из-за того что у нас во первых такая такое изображение такая дефект альфа если поискать можно принципе более-менее какое-то качественное найти давайте вот здесь день пробежимся но нет здесь все равно вот они углы вырисовываться надо более качественно подбирать можно переключать текстур channel допустим если у вас качественное изображение какое-то определенное можно переключать необходимые цвет и только в этом цвете будет выходить так скажем по изображение да смотрите также есть это по сути все то же самое только немного с изменениями это у нас смесь определенные кисточки с с тем с той текстуры которым мы выбрали то есть если мы будем больше ставить качество да и так далее но вот это в принципе даже немного приемлеме но яма у нас все равно появляется либо углы и так далее в общем здесь есть такая штука как smooth мы можем немножко сглаживать те неровности какие-то да вот допустим вот эти слишком острые части делаем качество сглаживание прям на высоте ну и получается принципе более-менее приемлемо с одной стороны вот там где у нас больше таких острых углов было у нас даже учился ваншафт более менее такой прям бугристики и это даже некоторых местах красивее даже смотрится также имеется здесь небольшие настройки по кисточке и так далее да но это все временно так скажем можете потратить определенное время чтобы разобраться в этом все далее у нас есть в этом это у нас сглаживание допустим вы хотите какую-то площадочку вот именно вот здесь да но у вас есть определенная высота и вот здесь оттуда откуда вы начали да то есть с той высоты с которой вы начали появляется сглаженность то есть если она чего с ровной поверхности он будет выравнивать вот до этой ровной поверхности если я начинаю вот с этой высоты определенный он будет вот эту высоту и выставлять везде также тоже здесь есть качество и так далее скорость допустим видите да такие вы настройки делаете такие и будут у нас играться в этом в этой сфере так скажем далее у нас есть рампик вы можете выставить рамп сюда сюда и нажимаем и рамп и соответственно у нас появляется вот с этой плоскости давайте запустим так у нас слишком далеко стоит так давайте поставим еще раз трамп переключимся select удаляем стартовую позицию чтобы появиться там где появляется камера и соответственно у нас появляется вот такая вот рампа с этой с этой плоскости на эту плоскость вот это определенной части дорог которым можно быстренько построить допустим если вы накидаете серую часть так скажем то здесь уже можно будет выставлять необходимое значение давайте поднимем чуть выше какую-нибудь горочку вот тут такую создадим далее в этом видите я переключил здесь определенное значение настроек и соответственно он не мог прям хорошо выровнять допустим допустим есть у нас вот такая вот горочка которая определенно как-то ограждена далее мы делаем вот такое вот движение кстати у рампа еда только два значения то есть мы можем выставить сюда и сюда нажмем и трамп но так как она находилась внутри она вот продавила необходимое это для себя вырез то есть вот так можно несколькими рампами создать от на определенную локацию уровень далее можно немножко сгладить но так чтобы нельзя было заходить допустим персонажем о этой горке далее у нас есть такие штуки как эрозия гидра но из и так далее да то есть эрозия у нас будет работать создавая вот такие вот неровности определенные как будто бы было какое-то потопление потом солнце этом все соответственно уже так скажем так скажем нагрела не некие упадки произошли да также можно сделать гидро но здесь уже будет более такие жесткие ямы потому что это как будто бы вода туда затекала и соответственно получай получились ямы для воды там образно да но из у нас будет делать такие резкие подъемы или допустим резкие спуски но это уже будет она автоматом выбирать где что делать вот допустим здесь она хочет делать подъем здесь тоже подъем здесь подъем но здесь почему-то она хочет делать низменность то есть здесь определенные нюансы нету я есть то есть не нажимание никакую не клавишу shift не control и так далее она сама выбирает что ей необходимо здесь у нас ретопология определенная это мы кстати сейчас посмотреть не сможем но если углы пробежаться по углам да вот мы сейчас как раз таки стерли немножко вот они убираются не всегда но вот большую часть можно убрать визибилити у нас не будет работать потому что не включен но landscape visibility mask материале которым в принципе необходимо включить чтобы отключать видимость данного landscape но часто это не нужно вообще mirror у нас соответственно это отзеркаливание вот от этой плоскости и так далее да то есть вы можете выбрать позицию и так далее то есть потом сделать apply допустим хотите сделать зеркальную часть landscape отсюда горку как-то красиво сделали далее здесь отзеркаливается с другой стороны тоже самое получается но мы с этим не будем заморачиваться потому что это очень редко надо смотрите также у нас имеется как select это часть которую мы выделяем допустим и и все то есть мы с этой частью не можем взаимодействовать как минимум в данном случае да если я выбираю скульптинг и допустим делаю изменения ван skype там где я выделил она не изменяется все остальное допустим я вот сейчас вниз опускаю хочу сгладить везде допустим там где я выделяю не будет никаких действий выполняться также это можно применять для дорог допустим вы выделяете определенную дорогу здесь допустим деревушка стоит вы ее тоже трогать не хотите во всем остальном овен skype и вы хотите поднять горы все то есть здесь вы создаете горы а данная дорога не будет изменяться clear регион вы снимаете получается выделение далее допустим делайте регулировку что необходимо и запускайте как видите до образовались горы появился вот некий такой каньон которым персонаж не может даже перебраться через него и соответственно у нас есть определенные некие некая часть которая будет работать чисто для игры ну и далее копия но это тоже у нас что-то аналогично практически никому не нужная часть но если необходимо делайте копия и соответственно получается у нас устанавливается здесь так это у нас вот такая вот сеточка образуется то есть мы по сути сняли копию данной сетки которые но для если у нас будет 2 венскейп допустим да мы можем туда применить это либо на этом он скейпе можем определенно сделать необходимые установки данного скультинга вот мы сделали по сути копию сюда но почему-то она не сразу не принялась на этом все далее мы посмотрим другие вещи ну а это ванскейп я сглажу а 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